Добро пожаловать! Это урок 3.3 из бесплатного курса NetiOS для SMM менеджеров. Вот этот урок. Мы создали этот тикет, который сейчас находится в сегодняшнем списке дел. Мы его создали еще на прошлом уроке. И мы создали проект, чтобы все эти тикеты лежали в одном месте. Краткое название проекта – это курс. Давайте перейдем на этот проект. Кликнем «Курс». И вот у нас появляется проект, который называется «Бесплатные курсы по NetiOS полностью». Вот название. А сокращенно называется просто «Курс». И у нас тут есть колонка в процессе, которая синхронизирована с сегодняшним списком дел. И в нем у нас как раз есть урок 3.3. Мы его только что видели. Можно открыть его здесь. Также у нас есть колонка «Завершено». Это те уроки, которые уже выполнились. Но мало ли, они могут понадобиться. Вот урок 2.2 есть. Урок 3.1 есть. И урок 3.2 есть. Давайте вернемся сюда. И посмотрим, что у нас тут не только один урок. Не только урок 3.3 для SMM менеджеров. А еще какие-то другие тикеты. Происхождение этих других тикетов я сейчас объясню. Они появились из прошлых проектов. Я удалил все прошлые проекты. Почистил проекты, чтобы было удобнее проводить уроки. Давайте перейдем в меню. Вот меню. Личные проекты. И посмотрим, как удаляются проекты. Вот как раз удалим проект, который с прошлого дубля остался. Нажимаем «Remove Project». И все. И проект удален. Если бы в нем были тикеты, то они бы все упали. Отвязались бы от проекта автоматически. И упали бы в сегодняшний список дел. Потому что тикеты в Niteos удаляются. Имеют value. И их можно удалить только по отдельности. Из сегодняшнего списка дел. Два раза нажав. Если я один раз нажму на крестик. То он через какое-то время загорится красным. И сразу загорится обратно в цвет акцент. Всегда можно узнать, что это такое. Включив ассистент Nite. Вот вопросик сверху. Вверху, справа вверху экрана. Вопросик Nite. И мы сейчас включили. Включен ассистент Nite. Давайте еще раз. Вот. Написано. Ассистент Nite включен внизу экрана. После этого на любой элемент можно кликнуть и узнать, что это за элемент. Вот кликаем. И написано. Удалить тикет полностью. Система предупреждения включена. Восстановить невозможно. Так. Хорошо. Давайте мы для теста какой-нибудь тикет создадим. Тикет для удаления. Вот. Создали. Один раз нажали. Смотрим красный. И тут же обратно. А теперь нажимаем два раза. И все. Тикет полностью удаляется. А теперь давайте посмотрим основной смысл. Один из смыслов Nite в том, чтобы тикеты не терять. Те, которые у вас мечты какие-то, идеи уже проработаны. А сохранять их. И при этом, чтобы они не загружали вот ваш сегодняшний список дел. Вот таким количеством. А иногда количество бывает намного больше. И даже сотни. И даже тысячи. Как это было в первых версиях Niteos. Поэтому давайте мы все тикеты куда-нибудь принесем. Например, вот тикет купить. Макбук про максимальной конфигурации. Вот этот тикет. Давайте его отнесем в категорию мечты. Идеи, мечта. Все. Теперь его нету в сегодняшнем списке дел. А остальные мы для простоты просто сделаем статус готово. Потому что эти тикеты, они из прошлых уроков. И все, кроме нашего сегодняшнего урока, пускай они, вот этот сегодняшний урок, мы его не трогаем. А все остальные тикеты, мы считаем, что они выполнены. И таким образом получается, что у нас сегодняшний список дел. Вот мы видим наш сегодняшний список дел. Всего одно дело. Урок 3.3 для SMM менеджеров. И здесь есть план урока, который мы добавили предварительно с помощью чек-листа. И есть какие-то ссылки на этот урок. Вот видите, пример контент-плана, бизнес-процессы, примеры и так далее. Давайте сейчас начнем тогда урок. Вот мы переходим в меню, NetEOS, Guide. И этот урок относится ко второй секции. Я использую NetEOS для личностного роста и персональных проектов. И вот для этого пункта я SMM менеджер. Как вести несколько клиентов. Именно здесь появится ссылка на видео этого урока. SMM менеджер, вкратце, это человек, который занимается социальными медиа. Такими как ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и так далее. И ведет, развивает бренды, ведет бренды в социальных сетях. На самом деле это довольно большая наука. И сейчас я только что натыкался на курс, который предлагает ITMO. И также, конечно, другие ведущие институты и университеты предлагают курсы по SMM-маркетингу. Потому что там ничего примитивного нет. Там есть довольно большая работа, которую необходимо выполнять. И давайте вот начнем с первого пункта чек-листа. Это общий контент-план. Что такое общий контент-план? Для тех, кто хоть как-то связан с продвижением в социальных сетях бренда, или те, кто напрямую этим занимается, видели рекламу контент-плана. То есть это, по сути, план контента, который нужно выкладывать либо каждый день, либо раз в неделю, либо регулярно. И вот прямо этот общий контент-план предлагают продавать за какие-то не очень большие суммы. Давайте пойдем посмотрим пример. Вот здесь пример контент-плана. У меня прямо к тикету вставлена ссылка. Нажимаем на эту ссылку. Переходим на сайт SMM-планера. И смотрим, что же такое этот контент-план. И вот пример, рабочий вариант контент-плана. Здесь у нас дата публикации, тип контента. Например, вот мы посмотрим четвертую строчку. 7-го числа. Уход за лицом. О чем? Маска для лица. Заголовок. Фото с маской. Что хотим донести. Полезная информация. И целевое действие. Ну, развеешь клиента, предположим. Ладно. Давайте вернемся к нету. И вот общие контент-планы с помощью нету можно не просто создавать, а продавать напрямую в самом же нету клиентам. Как это сделать, сейчас объясню. Сначала мы создаем проект общий контент-план. Заходим в меню, личные проекты, выбрать новый проект. И вот. Создаем общий контент-план. И здесь выбираем короткое имя, контэ. Ну, предположим, так запомнится лучше. Вот. Полное имя это общий контент-план, а короткое имя контэ. Окей. И вот наш проект, который называется общий контент-план, создан. Возвращаемся сегодня. Сегодняшний список дел. И мы вот хотим создать какой-то контент-план. Конечно же, мы не будем создавать большой контент-план, который там на каждую неделю или на каждый день. А всего несколько примеров. Вот примеры. Первый. Это мы хотим публикацию на день автомобилиста. Давайте создаем тикет. Создали тикет день автомобилиста. Второе. Второе. Мы хотим публикацию на день безопасных шин. Предположим, мы делаем с курсом на автовладельцев, на автолюбителей. Вот день безопасных шин. Создаем тикет. И еще один пост, который мы хотим сделать. Это день хороших дорог. То есть мы хотим продавать контент-план для автолюбителей. Для этого мы все эти тикеты прикрепляем к нашему проекту, который называется общий контент-план. И сокращенно контэ. Вот появляется ссылка на этот проект прямо из тикета. Прикрепляем все наши посты. Тут же мы можем настроить дату, когда это все будет. Сейчас я беру случайные даты. Конечно же, их нужно брать специальные. Когда нужно выкладывать. Например, 10 февраля. Хорошо. Здесь дата 25-ая, предположим, тоже хорошо. И здесь дата 28-ая. Окей. Все, теперь у нас в проекте. Они все в проекте. Из сегодняшнего списка дел они вышли по понятной причине. Потому что они запланированы не на сегодня. Поэтому в сегодняшнем списке дел их и нет. А в личных проектах они, конечно же, есть. Эти тикеты. Вот контэ. Общий план. И у нас к выполнению. То есть эта колонка к выполнению. Она синхронизирована с тем, что запланировано на будущее. И мы здесь видим все наши тикеты, которые мы хотим проработать. Давайте мы еще для того, чтобы добавить value к этому контент-плану, добавим сюда бизнес-процессы. То есть мы переходим в наш проект. Можно перейти вот таким образом. Сначала в один проект и потом быстренько в другой проект. Мы добавляем бизнес-процессы. Вот. К нашему проекту общий контент-план. Мы добавляем бизнес-процессы. Первое. Это сырой макет. Сырой макет. Ок. Второе. Это... Я сейчас быстренько нарежу из того, что есть. Это проработать. То есть каждая публикация у нас будет проходить несколько этапов. Первый этап это сырой макет. То, что мы и создали. Второе. Это проработать. Третье. Это... Сейчас. Немножко времени, чтобы вырезать из фразы. Финальный пост. Сейчас мы его тоже до конца вырежем. Финальный пост. И последнее. Это... Выложить во все сети. Вот. Видите, у нас получается вот такой вот бизнес-процесс. Линейный, простой сырой макет. Проработать финальный пост и выложить во все сети. И это у нас будет относиться ко всем тикетам, которые здесь есть. Пока что у нас ничего не прикреплено. Но давайте посмотрим, как мы бы стали прорабатывать, например, День хороших дорог. Перекидываем в сегодняшний список дел и прикрепляем бизнес-процесс. С одной кнопкой «Добавить бизнес-процесс». Вот у нас сырой макет. А теперь давайте немножко проработаем. Для этого в описании добавим текст. Причем можно сразу же его добавить на ссылки. Так, извиняюсь, сейчас на английский надо перейти. Текст.RF. Дальше. Изображение. Предположим, мы сразу же изображение нарисовали или заказали у дизайнера. Фото.RF. И нажимаем кнопку «Сохранить». Вот у нас получается, что из тикета «День хороших дорог» уже проработанный тикет. И здесь может быть ссылка не на одну фотографию, а даже на сборник текстов, еще на что-то. Таким образом, можно еще больше повысить value нашего контент-плана. И вот у нас уже есть тикет. Он проработан. Предположим, достаточно хорошо. Теперь можно сделать финальный пост где-нибудь в каком-нибудь проекте, который позволяет делать шаблоны. И после этого бизнес-процесс выложить во всей сети. Вот как раз уже на этом финальной стадии мы его переносим, например, в backlog или к выполнению. А так, мы когда перенесли в процессе, у нас дата потерялась, потому что, конечно же, дату нужно настраивать, когда мы хотим его перенести на определенную дату. То есть, если он попадает обратно в сегодняшний список дел, то дата, конечно же, у него обнуляется. Вот, потому что дату нужно будет уже в самом конце выставлять. И тогда у нас появляется личный проект, общий контент-план. И вот здесь вот контент-план для каждого дня, который связан с автомобилями. Вот день хороших дорог. И у нас бизнес-процесс уже выложить во всей сети. То есть, у нас проработанный хороший бизнес-план, точнее, контент-план с бизнес-процессами, который уже можно... Вот здесь кнопка «Share» — «Поделиться проектом». Она конкретно в данной версии пока еще не работает. Можно посмотреть на эти ОС о веб-приложении. В версии 4.7.14 она не работает, но в скором времени эта кнопка будет работать. И этот проект можно будет полностью со всеми тикетами настроенными. А еще мы добавим туда, перенесем туда относительную дату. То есть, на некоторые тикеты можно будет дату настроить конкретную. А на некоторые тикеты можно будет настроить относительную дату. И потом продавать это клиенту. И у клиента будет каждый день появляться, соответственно, тот тикет в графе процесса. И, соответственно, в графе сегодняшний день, который ему нужно сделать. То есть, в день безопасных автомобильных шин у него появится тикет. Вот вам нужно выложить безопасную автомобильную шину. Вот вам, где взять изображение бесплатное. Ссылка сразу в тикете. Вот текст. Поменяется ли примерно такой. Еще что-то. И вот такой контент-план уже может стоить гораздо дороже, чем просто-напросто в табличке или в PDF. Не говоря уже о персонализированных, которые мы поговорим потом. По соглашению с NetiOS вы имеете право продавать тот контент, который сделали на неограниченную лицензию коммерческую. Вам дается, если вы сделали этот контент, то по лицензию NetiOS он принадлежит NetiOS. Но права авторские, которые у вас будут на то, что вы сделаете, используя этот контент, то есть вот этот тикет, например, остаются за вами. И вы еще можете этот контент, если вы его сделали, продавать по неограниченной коммерческой лицензии. То есть вы можете продать полностью вот этот вот проект, который называется общий контент-план, который будет проработан любой компанией, которая хочет самостоятельно продвигать себя в социальных сетях. Давайте мы поставим здесь галочку. Общий контент-план я рассказал, каким образом это можно сделать. Теперь давайте представим ту ситуацию, то что мы продали много контент-планов прямо в Neti, то есть поделились с проектом, нам переслали деньги, а мы проработанные контент-планы продали. И теперь у клиента, который заходит в Neti каждый день, просто появляется в сегодняшнем списке дел наряду с остальными тикетами. Тикет, какой пост нужно выложить, и буквально пару действий, чтобы это сделать. Это очень удобно. Но, конечно же, индивидуальность и кастомизация, она тоже стоит очень дорого, и это факт. Поэтому появились деньги, и давайте мы теперь зайдем в идеи. Вот наверху идея. То есть теперь у нас сегодняшний список дел, он состоит в том числе и из идей. К нему прикрепляются идеи. И вот у нас была идея купить MacBook Pro Max. Можем прямо отсюда перейти в ссылку, которую мы закинули в этот тикет. Переходим на сайт, где этот MacBook продается. Вот iPort.ru. Вот такой вот MacBook за 657 990 рублей. Это цена на начало 2021 года. И вот, предположим, вы продали достаточно контент-планом, чтобы купить этот ноутбук, нажали кнопку «Положить картину» или прямо оплатили. И все. После этого переходим опять в нети и отмечаем это дело, как эту мечту, как сделанную. Это очень важно, потому что кроме того, что вы получите хороший инструмент, в том числе психологически это очень полезно, выполнять даже небольшие какие-то дела, потому что это даст вам здоровые гормоны. А если систематически это делать, то это даст вам уверенность, это даст вам скиллы и большие преимущества. Но сейчас мы не будем касаться сильной психологии. Давайте перейдем к уроку 3.3 для SMM-менеджеров. Вот, следующее. Предположим, вы профессиональный SMM-менеджер, и у вас есть несколько клиентов, сеть цветочных салонов, клиника анонимной психотерапии и школы скорочтения, и туристическая сеть. Давайте мы теперь все эти проекты создадим в нете. Переходим в личные проекты, выбрать новый проект. Сеть цветочных салонов, SCS, окей, создали. Опять сегодняшний список дел. Клиника анонимной психотерапии. Переходим. К проектам можно прямо по ссылкам, с других тикетов новый проект. Все равно, как переходить в секцию личные проекты. Вот, клиника анонимной психотерапии предлагает сокращенное название CAP, но вы, предположим, хотите ПСИ. Окей. Вот у вас создался проект ПСИ, сокращенная клиника анонимной психотерапии. Следующий проект – это школа скорочтения. То же самое, личные проекты. Новый проект. Школа скорочтения. SHS, окей, пускай будет такое название. И туристическая сеть. И какая-то туристическая сеть. Вот у SM-менеджера может быть, например, 4 клиента. 4 клиента. Новый проект. Создали туристическая сеть. ТСТ. Хорошо. Теперь давайте на примере одного из таких проектов рассмотрим, что же должен делать профессиональный, ну или хотя бы компетентный, хоть чуть-чуть, SMM-менеджер. Здесь мы ставим галочку, проекты эти мы создали и будем рассматривать на проекте клиника анонимной психотерапии. Он должен делать анализ низших конкурентов. Давайте добавим сразу сюда тикет, анализ низших конкурентов. К этому тикету может быть прикреплено чек-лист, например, через Google. через Google, предположим, первое, а потом через сайт SimilarWeb, через сайт SimilarWeb, другие про инструменты, другие профессиональные инструменты. И вот, получается, что тут уже не так все просто. Тут анализ низших конкурентов проводится через Google, потом через сайт SimilarWeb, через другие профессиональные инструменты. Могут кидаться ссылки, еще что-то, и этот тикет может прорабатываться. Конечно же, можно добавить профессиональные бизнес-процессы, но здесь они уже будут какими-то своими собственными, потому что это зависит от специфики компании. А вот этот тут анализ низших конкурентов у нас привязан к клинике анонимной психотерапии. То есть вы смотрите все клиники-конкуренты, смотрите все сайты и разбираетесь, что надо. Давайте смотрим дальше. Здесь ставим галочку. Дальше SMM-менеджер должен разработать стратегию. Разработка стратегии. Вот. Разрабатываем стратегию. Тоже тикет. Тоже этот тикет можно прорабатывать очень плотно. Но мы сейчас не будем прорабатывать конкретно. Прикрепляем его к той же школе анонимной психотерапии. Вот ПСИ у нас записано кратко. Давайте сразу же остальные тоже тикеты прикрепим. Персональный контент-план. То есть вот. Создаем персональный контент-план. И здесь у нас уже получается, что мы не один тикет создаем, а публикация. Публикация. Публикация 1. Публикация 2. И тоже все это мы прикрепляем к школе анонимной психотерапии. Также точно, как мы прорабатывали с прошлым контент-планом, мы прорабатываем индивидуально, с пожеланиями клиента, со спецификой компании, согласно разработанной стратегии, согласно проработанному контент-плану, мы все это готовим к публикациям. И именно от этого появляется качество, именно от этого появляется value или ценность продукта и, естественно, высокая оплата труда. Дальше мы прорабатываем тексты, согласно контент-плану, прорабатываем креатив для постов. Для каждого поста вот здесь, пожалуйста, можете добавить такие же бизнес-процессы, как мы добавляли уже, и прорабатывать видео, заказывать, снимать самостоятельно, обрабатывать в редакторах. Все это нужно делать очень частично, чтобы пост понравился пользователю, чтобы он этот пост оставил, посмотрел, и запомнились услуги, которые предлагает в данном случае клиника анонимной психотерапии. Вот креатив для постов, наполнение страниц, дальше у нас отдельное получается, но это тоже, наверное, лучше в бизнес-процессы добавить, это наполнение страниц, ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Ютуб. Давайте перейдем в этот проект и кинем все эти тикеты, например, в бэклог. Кинем все эти тикеты в бэклог. Вот у нас уже здесь публикация 1, публикация 2, на самом деле их может быть очень много, и мы их можем потом настроить на определенную дату, они появятся в этой колонке. Анализ ваших конкурентов и разработка стратегии, это должно быть на первых этапах, предположим, это уже сделано. Анализ ниш конкурентов тоже сделан, и вот одна публикация у нас появится в списке, например, завтра, и когда мы перейдем в сегодняшний список дел, у нас публикация, которая должна появиться завтра, но сейчас она не настроена, я не буду тратить время на то, чтобы ее сейчас настраивать, а просто перенесу ее в процессе. И вот публикация 1, которая проработана, которая использует все бизнес-процессы, которые мы создали только не для этого проекта, а для общего контент-плана, вот тут все бизнес-процессы, она, предположим, на бизнес-процесс выложить во всей сети. И остается что сделать? Остается просто взять и выложить во всей сети и нажать галочку «Сделано». Вот таким образом, потому что там тоже будет своя специфика, там есть для ВК одна, может быть публикация для Инстаграма немножко другая. Дальше, что еще должен делать профессиональный SMM-менеджер? Это работать с отзывами на проект и с фидбэком. Давайте, пускай у нас будет несколько фидбэков. Фидбэк 1 положительный. Фидбэк 2 негативный. И фидбэк 3 неадекватный. Пускай у нас будет 3 таких тикета. И можем даже сделать отдельный проект, который будет для фидбэка. Давайте переходим в личные проекты. Выбрать новый проект. Обработка фидбэка. ОФО. Или сокращенно можно назвать фид. Обработка фидбэка – это полное название проекта, а фид – это краткое название проекта. Сдаем проект. Возвращаемся в сегодняшний список дел. И здесь, соответственно, фидбэк прикрепляем к проекту «Обработка фидбэка». Обработка фидбэка и обработка фидбэка. Вот у нас есть ссылка на каждый. Это вкратце фид. Стрелочка круглая. Две круглых закругленных стрелочки означают, что мы можем отвязать этот тикет от проекта. Он снова станет личным. И можем тут же его обратно привязать. Очень удобно. И в проекте мы уже прорабатываем фидбэк. Здесь тоже можно будет какие-то бизнес-процессы добавить, которые мы хотим. И, например, положительный фидбэк мы используем по одним бизнес-процессам или с одним умыслом. Негативный фидбэк мы тут же кидаем, например… Давайте вот это мы в бэклог положим, фидбэк 1 и фидбэк 3. А фидбэк 2, негативный, у нас будет в сегодняшнем списке дел. И мы его просто-напросто прорабатываем таким образом. Мы узнаем, что не понравилось. И мы узнаем, что нужно сделать, например, на сайте или в бизнес-процессах организации самой, чтобы это понравилось. Сейчас пишем, что сделать. Пишем здесь, например, в описании какие-то ссылки. И после этого отвязываем и кидаем это на прямую заказчику. Предположим, клиент у нас это demo.hm. И все. И вот этот фидбэк уже переходит из-под вашего контроля под контроль разработчиков сайта или еще куда-то. А вы можете обратно перейти, сейчас я перейду на обработку фидбэка и заняться, например, фидбэк 3 неадекватный. Фидбэк 3 неадекватный. Здесь посмотреть, что это за психотип, который оставил вам фидбэк. Почему он это оставил. Какие триггеры ваш сайт вызвал для того, чтобы вот этот вот неадекват активировать. И, соответственно, вы смотрите, что, может быть, вам не нужны вот эти психотипы. И делаете потоки так, чтобы эти психотипы обходили ваш сайт. И триггеры заменяете или убираете полностью. Потому что вам, например, такая аудитория неинтересна. Вам интересны те, которые стремятся к какому-то адекватному анализу. И таким образом вы проработали этот тикет тоже. Отмечаете галочкой ОК. И все. И здесь мы отмечаем тоже галочками. Работу с отзывами я показал. Ну и, конечно же, модерация комментариев. Это тоже важная задача SMM менеджера комплексная. И вот за такие... Фидбэк тоже проработан, пускай будет. Второй. За вот такие вот... За такой подход действительно можно получить хорошие деньги даже с одного проекта. А тут мы добавили, для примера, сеть цветочных салонов, клиника анонимной психотерапии, школа скорочтения, туристическая сеть. Четыре, а может быть и пять. С Neti может быть и даже до десяти проектов, не теряя качества. И, естественно, если за один проект вы можете получать от 30 до 100 тысяч рублей на начало 2021 года, то Neti может увеличить value и вашу продуктивность очень серьезно. И вплоть до, если 10 проектов вы сможете осилить Neti, а это будет возможно, только, конечно же, уже полное время, то до миллиона рублей можно получать SMM менеджеру. Вот. Всего хорошего, высокой продуктивности. Ищите уроки Neti и смотрите их.